Казахстан сегодня вновь в центре внимания. Утром там прошла встреча лидеров страны СНГ. Обсуждали важные вопросы от экономики и финансов до борьбы с терроризмом. А в эти минуты начинается другой саммит в рамках Высшего Евразийского экономического совета. Подробнее о том, что уже обсудили и о чем говорят прямо сейчас, узнаем у нашего корреспондента Александра Черепниной. Она присоединяется к нам из казахстанского Бурабая. Александр, вам слово. Здравствуйте. Да, лидеры вот-вот должны перейти ко второму пункту сегодняшней программы. От саммита СНГ к другому саммиту, саммиту Евразийского экономического союза. На его полях продолжат переговоры лидеры государства и делегации пяти стран России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии. Но сначала об итогах саммита СНГ. На повестке было 17 вопросов. Отдельно обсуждалось сотрудничество в военной сфере. Обсуждали, как надежнее совместными усилиями охранять границы. Говорили о борьбе с терроризмом. И вот на узком заседании, в заседании в узком составе, Владимир Путин проинформировал глав стран СНГ о ходе операции в Сирии. Действуя с воздуха и моря по заранее согласованным с сирийцами целям, наши военнослужащие добились внушительных результатов. Уничтожены десятки пунктов управления и складов с боеприпасами. Сотни террористов и большое количество боевой техники. При этом мы неизменно выступаем за формирование максимально широкой коалиции по противодействию экстремистам и террористам. Удалось установить деловые контакты с ближневосточными государствами. Мы в переговорном процессе находимся с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, с Египтом, Иорданией, Израилем и другими странами. Предпринимаем попытки наладить взаимодействие с Соединенными Штатами Америки и Турцией. Владимир Путин отдельно подчеркнул и то, как важно сейчас, чтобы антитеррористический центр СНГ работал эффективно. От этого зависит, насколько будет безопасна обстановка в регионе и на внешних границах. Страны-содружества должны координировать работу спецслужб, постоянно обмениваться информацией. По разным оценкам, сейчас на стороне ИГИЛ воюют от 5 до 7 тысяч выходцев из России и стран СНГ. И по словам российского президента, никак нельзя допустить, чтобы эти люди вернулись воевать на родину. О беспокойности нарастанием террористической угрозы сегодня высказывали и другие лидеры. Не могу не согласиться с президентом Узбекистана, который с тревогой говорил о ситуации, складывающейся в Афганистане. Ситуация там действительно близка к критической. Террористы разных мастей набирают всё больше влияния и не скрывают планов по дальнейшей экспансии. Одна из их целей – прорваться в Центральный Азиатский регион. Нам важно быть готовыми, согласованно реагировать на такой сценарий. И в этой связи отмечу значение концепции военного сотрудничества государства-участников СНГ до 2020 года, которую нам предстоит также утвердить. Говорили сегодня и о развитии экономического сотрудничества между странами СНГ. Как отметил российский президент, темпы экономической активности в регионе сейчас оставляют желать лучшего, виной тому и падение цен на нефть и рост политической напряжённости во многих регионах. Совокупный ВВП стран-содружества в первом полугодии 2015 года снизился, так же, как и инвестиции в основной капитал. Товарооборот между нашими странами так же просел. В этой ситуации необходимо продумать комплекс мер по снижению зависимости национальных экономик от внешних рынков и подумать об оживлении деловых связей внутри самого сотрудничества. Нужно максимально упростить условия для движения товарных и инвестиционных потоков. Нам необходимо активнее переходить и национальные валюты во взаиморасчётах. По завершении саммита СНГ российский президент встретился со своим белорусским коллегой. Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием. Президентские выборы в Белоруссии прошли 11 октября. Ну а сейчас, в эти минуты, начинается здесь, в посёлке Бурабай, саммит Евразийского экономического союза. Стороны, в том числе, должны утвердить сегодня план развития ЕС на ближайшие 15 лет, а также обсудить его сотрудничество с другими странами. Валерия. Александр Черепнина с последними новостями из Казахстана. Сегодня там сразу два саммита лидеров стран СНГ и Евразийского экономического совета.